Добрый день, на часах 13.07, макрофона Владимир Сметалин. Наши слушатели, если вы следите за новостями, то вы, безусловно, знаете о том, что в начале этой недели в Верхней Палате Российского Парламента Советы Федерации прошли Дни Кировской области. В анонсе этого мероприятия указывалось, что делегация из нашего региона собирается обсудить на площадке СОФФЕД самые различные вопросы, социальные, экономические, бюджетные, транспортные и так далее. Дни Кировской области, скажем, в отчине Валентины Ивановны Матвиенко завершились. Кстати, Валентина Ивановна прекрасно выглядит, несмотря на свои почти, уже, по-моему, 68 лет. Прекрасно выглядит. И с одним из делегатов от Кировской области, я сегодня пообщаюсь, это Роман Титов, вице-спикер Законодательного собрания Кировской области. Добрый день. Добрый день. Действительно, Валентина Ивановна? Прямо, ах! Валентина Ивановна выглядит замечательно, это правда. Рад всех поприветствовать. Здорово вернуться домой после четырех дней практически в Москве. Все радует, родная земля радует, не радует только снег на тротуарах, поскольку такое ощущение, что мы живем в двух разных странах. В Москве уже настоящая весна, плюс 10, а у нас на Вятке весны как-то незаметно. И тротуары в снегу, и газоны. Но, говорят, ворошат. Ворошат. Дирекция Дорожного хозяйства отчитывается ежедневно перед главой администрации Кировской Ворошим на основных, неосновных магистралях областного центра, чтобы быстрее снег уходил. Ну вот. А теперь давайте о днях Кировской области. Ну, конечно же, первый вопрос, Роман, что это за формат такой вообще Дни Кировской области? Кто был инициатором? В чем суть и задача? Формат очень интересный. В каком плане? Это не выставка достижений народного хозяйства, хотя, конечно, традиционно. Наши производители там присутствовали. Наши производители присутствовали. И буквально вчера несколько там сценок интересных было, когда водки наши вятской брали и по пять бутылок из ванили. Слушай, я тут водку купила из города Ужумска. Ну, а тебе взять. Ужумск. Ужумск, да. Была здорово показана продукция фудзавода, иных производителей. Действительно, людей это привлекало. Это лишний пиар для вятских товаров. Но это не самая важная часть. Она параллельно проходила, да, эта выставка? Да, параллельно. Продажи с заседаниями, с обсуждением вопросов. Параллельно. Это отдельная программа. И вчера как раз на выставку приходила Валентина Ивановна Матвиенко. Она оценила традиционно уже вятские шубы. А сенаторы могли оценить вятских девушек, на которых эти вятские шубы были одеты. То есть модели непосредственно показывали. Да, вот. Но и это все не основное. Основное это была работа в комитетах, работа депутатов, работа представителей вятских наших в Совете Федерации. И, кстати, отдельное впечатление это очень глубокое уважение, которое к Олегу Александровичу Казакосу, к числу Степану Тимченко, испытывают коллеги. Члены Совета Федерации. Да, это не показное. Действительно их, а, знают, б, уважают. Хотя есть там большое количество лиц федеральных, топовых, которые не сходят с экранов. Но наши сенаторы узнаваемы и работают хорошо. Самое важное что? То есть самое важное, что мы имели возможность на комитетах выступить с докладами, на основе которых будет потом сформировано, к 12 апреля будет сформировано постановление Совета Федерации, которое будет принято на пленарном заседании. Там формулировка такая, может быть, чуть бюрократическая, государственная поддержка социально-экономического развития Кировской области. Но суть какая? То есть мы выявили ряд проблем по разным направлениям, которые важны и для Кировской области, и для других субъектов. Совет Федерации принимает постановление и рекомендует правительству России, ответственным ведомствам, министерствам, совместно с местными властями, с региональными, с федеральными властями эти проблемы решать. А кстати, можно, вот я когда читал эти новости, активно они публиковались, в том числе и на сайте нашего регионального правительства, просто возникла мысль о том, а насколько вот это постановление, эти рекомендации Совета, они весомы для Кабинета министров России? Они весомы, поскольку Совет Федерации все же это Верхняя Палата нашего парламента, раз. И вот эти строки сухие из постановления, это возможность, точнее не возможность, это обязанность фактически для наших региональных чиновников, вооружившись постановлением Совета, затем бегать и эти темы проталкивать дальше. То есть это основа, серьезная основа, но затем ее надо продвигать по столичным кабинетам, чтобы были выделены средства, чтобы были реализованы те направления, там, законотворческой работы, которые здесь написаны. Но без этой основы будет очень сложно. Вот, поверьте, там, я сейчас как законодатель регионального уровня, я понимаю, насколько тяжело, практически невозможно прокачать региональную законодательную инициативу в Государственной Думе. То есть право такое... Несмотря на то, что постоянно как-то это, как козырь используется, да, вот у нас есть-то запт-инициатива региональная, и мы можем ее использовать. Она очень сложно реализуется. Очень сложно. Очень сложно. Это надо, представляете, объединить немалое количество субъектов в едином порыве для того, чтобы эту инициативу так вот ярким маяком высветить для депутатов. То есть один субъект не услышит, не заметит. Мало вероятно. Мало вероятно, да. И вот возможность выступить в Верхней Палате Парламента перед сенаторами, заручить сенаторской поддержкой, а затем с этой поддержкой двигаться и решать проблемы, это очень здорово, это дорогого стоит. Мы пальцы крестиком держим и ждем итогового текста постановления, который будет принят 12-го числа. Потому что, разумеется, могут быть корректировки, они были по ходу. То есть какие-то моменты сенаторы, ну, по каким-то моментам делались замечания, они просили уточнений у нас и у наших коллег. Какие-то моменты проходили на ура и без возражений, более того, вызывали даже, скажем так, очень глубокую поддержку эмоциональную. То есть это буквально первый день, понедельник, комитет по бюджету и финансовым рынкам, где Владимир Гаврилович Бакин, мудрейший, как мы его называем, старейший депутат ЗАГС Собрания, выступал и рассказывал о проблемах, с которыми сталкиваются региональные бюджеты субъектов Российской Федерации, например, Кировской области, конечно. То есть проблема главная в том, что объем федеральной поддержки региону, нашему в частности, он, конечно, существенен и велик, у нас субъект дотационный, но не сравним с теми обязательствами, не обеспеченными, которые федерация на этот наш регион перекладывает. Поддержка это не бюджетный кредит? Или в том числе? Это не бюджетный кредит, да. Да, речь идет о, скажем так, прямых выливаниях и о том, что необходимо пересматривать методики, что регионы в очень тяжелой ситуации находятся с реализацией этих необеспеченных полномочий. И вы знаете, вот когда Бакин выступил, сенаторы один за одним просто на эмоциях начали говорить. Они же представляют, ну, землю, грубо говоря, да, субъекты федерации, там, говорил сенатор от Коми, от других регионов. По два представителя от каждого субъекта. И они начали говорить, слушайте, там, это вот реально проблема, которую надо поднимать. Даже завязалась полемика с представителем Минфина, которая, там, главная позиция которой была в том, что, ребята, вы там у себя вначале разберитесь в своих расходных статьях, там, в социальных обязательствах, там, в иных вещах. И потом вот с вами поговорим. Мы сидели с Нидерси Александровичем и Курдюмом, в этот момент мы просто вот так вот обменивались репликами, поскольку, слушайте, ну, было такое желание, уважаемая представительница Минфина, на месяц в Лузский район пожить, там, отправить. Но вы не озвучили это предложение. Мы не озвучили, мы очень корректно все это проговаривали. Вот. И надеемся, что мы будем услышаны, потому что это точно вызвало поддержку и резонанс со стороны других сенаторов. То есть наши голоса были услышаны. Я так и не понял, кто все-таки инициатор-то этих дней встречи? Это какое-то взаимное движение или все-таки приглашение непосредственно из Софьета? Потому что для него это такая практика. Это параллельный процесс, то есть это практика и регионалов, и Совета Федерации. Вот, когда мы были в Москве, в частности, с нами на некоторых мероприятиях были представители других регионов, которые готовятся только к проведению этих дней. А, они смотрят, как это организуется. Да, да, да. Но все выносят свои проблемы, которые отличаются, изучают практику прохождения других дней. Вот. Поэтому формат традиционный, там, ну, его можно было бы не делать, но, ребят, там, это, знаете, как в сказке про лягушку. Вот. Если лапками молоко не взбивать, то ты не выберешься из этого кувшина, у тебя не будет твердой почвы под ногами, там, чтобы выпрыгнуть. Так и здесь. Мы старались использовать любую возможность, чтобы наши проблемы донести. Но, смотрите, там, мы же говорили не только о проблемах, мы говорили о том, что вот это выступление о том, что в регионе реально есть проблемы с финансированием обязательств, оно сопровождало вторым выступлением главы нашего Минсоцразвития по реализации практики по ПМИ. Ребята, смотрите, да, у нас с бюджетом очень трудно, но мы выдумываем хитрые штуки для того, чтобы привлечь деньги в небюджетные, деньги предпринимателей, деньги граждан, деньги муниципалитетов в реализацию проектов местных инициатив. И вот это выступление, оно тоже вызвало большое обсуждение. Потом подходили некоторые сенаторы, даже спрашивали, слушайте, а неужели у вас люди деньги несут? Мы на квартирном доме собрания провести не можем, шлопа установить, там, 50% набрать, как у вас это происходит. А ведь правда у нас это происходит. Количество реализованных проектов по ППМИ решает 3 с лишним тысячи проектов. И вот так получается, что людям сложнее даже решить проблемы своего дома, чем собрать деньги на дорогу в деревню, на установку освещения, на монтаж детской площадки. Это здорово, и мы как раз этот опыт предложили другим регионам использовать, когда в непростой бюджетной ситуации изыскиваются дополнительные ресурсы, и вот масштабировать его на другие субъекты. Надеемся, что как раз вот это предложение по обмену опытом по реализации проектов местных инициатив между Кировсковым и другими субъектами, оно войдет в итоговое постановление. Потому что это очень важно, это то, чем мы можем похвастаться, наверное. Я предлагаю сейчас сделать небольшую паузу. Я напомню, что беседую с Романом Титовным, вице-спикером Законодательного собрания Кировской области. Через минуту продолжим. Продолжается наша программа. Роман Титов, вице-спикер Законодательного собрания Кировской области. Сегодня у нашей студии. Роман поучаствовал в днях Кировской области, которые накануне завершились в Совете Федерации Российской Федерации. И Кировская область действительно обладает серьезным промышленным и аграрным потенциалом, природными ресурсами. Но главное богатство региона, это, конечно же, люди, мастеровитые, смекалистые, охваткие, как говорят, нарядки. Это я процитировал сказанное Валентином Ивановичем Матвиенко. Собственно, закрытие этого мероприятия. Итак, дальше пройдемся по тем еще темам, которые обсуждались. Их там было, конечно же, очень много. Я не на всех было, честно признаю. Не удалось просто физически на всех побывать. И некоторые вопросы мы все-таки не успеем затронуть. Итак, экология, да, тоже вопросы обсуждались. Или это некая другая площадка? У меня, знаете, там вопросы экологии, это была сквозная история все дни практически. Потому что с понедельника в Москве параллельно проходил ежегодный форум экологии. Раньше он проводился в Питере. В этом году он существенно расширил свой формат, поскольку раньше он был в основном посвящен проблемам северо-запада российского экологическим. В этом году в честь Дня экологии состоялся огромный форум экологии. Вел у Валуев Николай Сергеевич, зампредседателя профильного комитета Госдумы. И на этой площадке мы обсуждали там вопросы от проблем с ТБО до сохранения многообразия животного мира. И была, вот не могу все равно, пусть это не относится Дня Кировской области, не упомянуть. Там важная история. То есть на базе этого форума сформирован общественный совет, куда вошли в том числе представители Кировской области. Постоянный действующий орган, который дает возможность тоже собирать с мест от экспертов, от членов общественного совета, от общественных палат информацию для корректировки государственной экологической политики. Но проблемы экологии у нас обсуждались и на площадке Совета Федерации. Ну, в частности, вот проект создания государственного природного заказника федерального значения Атарская УК. Да, и это очень важная история для Кировской области. Почему? Потому что как-то так получилось, что процент особо охраняемых природных территорий на территории Кировской области существенно меньше, чем в большинстве субъектов Российской Федерации. То есть в некоторых этот процент доходит до 50. В Кировской области 3% территории являются особо охраняемыми природными территориями. И что в итоге? Что мы от этого не получаем или получаем? Это значит, что вся территория Кировской области, 97%, находится в режиме хозяйственной эксплуатации, грубо говоря. Несмотря на то, что у нас уникальные виды есть заповедные, есть совершенно уникальные экологические природные комплексы, где особенности флоры, фауны сочетаются уникальным образом, но они никак не охраняются. Они уничтожаются в процессе повседневной деятельности человека, грубо говоря. Мы привыкли и не замечали. Да, и вот это место, Атарская Лука, уже копья вокруг него ломаются долгие годы. И в силу целого ряда причин эта история, вот знаете, она там ходит по кругу. То местные жители против, поскольку если там будет введен режим особой охраны, им будет сложно заниматься привычными видами деятельности. А там находятся такие уникальные рыбацко-браконьерские места, скажем так, в бассейне реки Вят. Да, в общем, вводятся и... Да, есть ограничения федеральные определенные. И поэтому вопрос как раз по созданию особо охраняемой природной территории Атарского Лука уже и был вынесен на Совет Федерации. Потому что здесь нужен очень сильный федеральный арбитр, который поможет все эти узлы разрубить и положить начало созданию еще одной охраняемой территории. Я там был, честно говоря, и в Атарах. Там уникально, там совершенно потрясающая река, там обитают огромное количество видов рыб, но это все химически истребляется. Браконьеры на уазиках в лес, там, с территории Лебяжского района, Советского района, они прям там вечерами всасываются просто в эти угодья и, разумеется, там все это приводит к химическому истреблению видов. Вот, надеюсь, мы будем услышаны, надеюсь, все же в ближайшие годы там будет особо охраняемая территория сформирована. В общем, есть надежда, что в Атарской той же Луке в окончательный вариант поставления Совета Федерации к химическому истреблению попадут. Да, очень надеемся, да. Зазвучала история также с необходимостью выделения федеральных средств на, скажем так, на рекультивацию объектов, накопленного экологического ущерба. Ну, это такое вот казенное слово. На самом деле мы знаем, что давным-давно на территории города Кирово-Чепецка, который тогда был там еще в село Мусь-Чепецке, были опасные производства, которые не имеют никакого отношения к сегодняшнему производству удобрений, к производству фторполимеров. И остатки этих опасных оборонных производств, отходы, они до сих пор хранятся в непосредственной близости от бассейна реки Вятка. И нужны огромные федеральные средства для того, чтобы провести рекультивацию этих территорий. Программа федеральная есть соответствующая? Мы как раз и просим... Федеральную программу, соответственно. Да, то есть вообще возникло, было в прошлом году, сформировано понятие «Объект накоплен экологического ущерба», формируется федеральная программа. И мы не могли не озвучить этот вопрос для того, чтобы попытаться включить. Посмотрим, удастся ли, получится ли. Потому что одними средствами региона эту проблему не решить. Но еще раз упомяну, там есть горячие головы, которые говорят, ну вот там комбинат, то есть у 5-10-й, вот эти хранилища и эти отходы не имеют никакого отношения к деятельности химкомбината. Горячие головы в смысле, которые заявляют, что пусть этим предприятием занимаются. Да, это его головная боль. Да, это не имеет никакого отношения к предприятию. Вот это я не могу ни уточнить, ни обратить на это внимание. Потому что порой ситуация начинает подаваться совершенно неправильным образом. Это оборонка чистая, то, что там хранится. Перед тем, как перейдем к следующим темам, которые там обсуждались в рамках Никировской области, вот какова, Роман, личная оценка компетентности, заинтересованности людей, с которыми удалось пообщаться, их интересы к нашему региону? Вы знаете, действительно, что-то помощь сделать? Мы общались и в формате комитетов, и до комитета встречались с руководителями этих самых комитетов. Прежде чем выносить вопросы на обсуждение широкого круга, мы пытались в узким кругом найти решение. Честно говоря, люди очень компетентные. Действительно, это промышленники, это аграрии, которые многие годы работали и в реальном секторе, и в руководстве агропромышленным комплексом очень успешных регионов, к примеру. Это если говорить о профильном комитете. Многие сенаторы как-то по-особому относятся к Кировской области. Я думаю, опять же, это заслуга наших кировских сенаторов. Но, кстати, стоит вспомнить, что в реве, исполняющий обязанности губернатор, он работал в Совете Федерации. Да, его там помнят. Помнят? Помнят, да. Сам слышал разговоры о том, что наш человек, и действительно, Игорь Владимирович Васильев, когда он приходил на встречу, он упоминал, что многих из вас я знаю лично, поскольку сам в Сенате работал. На одной из встреч были еще представители счетной палаты, где он также работал аудитором. Кстати, если уж возвращаться к теме счетной палаты, то вот выводы Владимира Гавриловича Бакина, которые он в своем докладе делал, представители федеральной счетной палаты, они в значительной мере подтвердили, укрепив нашу позицию, что немаловажно, кстати. И здесь, я думаю, тоже заслуга Игоря Владимировича, поскольку это орган, в котором он проработал долгое время, и видно было, что коллеги к нему неравнодушно относятся. Поэтому уровень компетенции у сенаторов, конечно, очень высокий. Для меня, для самого это было в какой-то мере открытие. Я побывал, посмотрел на заседания комитетов, на пленарке побывал, и, честно говоря, даже порой это интереснее, чем заседание Государственной Думы. То есть огромное... Это очень серьезная живая дискуссия, которая идет. И очень важно, что звучат именно позиции регионов. То есть выходят сенаторы, там, к примеру, было выступление, скажем так, руководителей министерств, которые курируют весной отрасль. То есть сенаторы забрасывали просто вопросами по региональной повестке конкретно. И уровень компетенции действительно очень высок. Хотя, вот сами давайте посмотрим, на региональном уровне сенаторам уделяется почему-то очень мало времени. Очень мало внимания. Есть определенный промежуток времени, когда они приезжают в свой регион, встречаются, работают, присутствуют на пленарных заседаниях. Ну, я видел, как они бьются за территорию. Это здорово. То есть там они прям настоящие борцы и воины в отстаивании интересов своего региона. Мы продолжим через минуту. Буквально это Роман Дитов, вице-спикер Законодательного собрания Кировской области. Скоро вернемся. Детки Кировской области прошли в Совете Федерации. И участник этого мероприятия, Роман Дитов, вице-спикер Законодательного собрания Кировской области, сегодня в нашей студии. Делегация, кстати, большая была. И руководители непосредственно правительства, и члены правительства, и председатель Законодательного собрания Владимир Байковский. Да, и депутатов Законодательного собрания немало было. Кто-то приезжал. Вы оба, ведь со вторыми, со спикером Гончаровны были. Да, и были руководители ряда комитетов. От правительства было достаточно много людей. Были предприниматели. Курагин был, Мамаев, директор, генеральный директор Лепси, Гозман Константин Маркович, Липатников Николай Михайлович. Делегация была очень большая, очень представительная. И все ехали, пусть и со своими темами, но главная тема – это привлечь максимальное внимание Кировской области. Но все успели сказать то, что хотели? Вот, к сожалению, из-за плотного очень графика не удалось выступить с докладом, но надеемся, что останется это все в постановлении. Не удалось сделать доклад на профильном комитете по предложениям по борьбе с борщевиком. Это наше предложение. Наконец-то это вышло выше, чем региональный уровень. Долго об этом уже говорим. Мы просто… Сенаторы знают, что такое борщевик? Слушайте, они не просто знают, вот тема по борщевику, когда вот на кулуарно обсуждалось, она там вызвала немеренный резонанс. То есть очевидно, что эту проблему нельзя решить в масштабах одного региона, потому что будет пересев, распространение семян, и даже если мы в одной Кировской области борщевик успешно победим, он вернется обратно. Он, как известно, удивительно живучий, удивительно плодовиц. Да, то есть, по-моему, 300 тысяч семян в год производит борщевик. И поэтому мы, не раз поднимает вопрос на ЗАГС-собрание, я его поднимал, этот вопрос мы с коллегами поднимали в Народном фронте еще. Напомните, в чем суть-то предложения? Наше предложение в том, что должна быть с учетом опасности борщевика для фактически всего российского северо-запада. Мы говорим о необходимости разработать национальную программу, скажем так, федеральную программу по борьбе с борщевиком, выявить места его произрастания с помощью средств космической съемки, то есть, локализацию определить, разработать порядок финансирования мероприятий по уничтожению химическими, физическими, иными методами, синхронизировать деятельность разных субъектов, потому что это надо делать одновременно, иначе, когда одни борются, а другие не борются, то, знаете, закон сообщающих сосудов, то есть, хлынет туда, где его истребили, и снова все прорастет. Поэтому очень-очень надеемся, что наши предложения останутся и будут поддержаны сенаторами. Но в кулуарах поддерживали люди, говорили, наконец-то кто-то эту проблему, как бы сказали, поднятым, вынес на федеральную. А необходимо еще определить статус борщевика, для того, чтобы с ним можно было и нужно было бороться. То есть, сейчас его хотя бы убрали в прошлом году из списка сельхозхозяйственных растений, это же беда была, с ним же бороться-то никак нельзя, в силу того, что статус сельхозрастения, это как, знаете, пшеницу вырубать. Сейчас этого статуса лишили, новым еще не наделили. В общем, целый ряд проблем, и мы, вот это наша тема, тема ЗАГСа брания, которую мы вынесли, одна из которых, которую мы вынесли на федеральную. Слушайте, я где-то читал, что сообщество, организация Ассоциации Пчеловодов как-то не согласна с тем, чтобы активно уничтожать борщи, потому что это беда нас. Я думаю, представителям этой уважаемой Ассоциации лучше поговорить с людьми, которые вот только после ожогов в больницу приходят. Пчелы, это, конечно, замечательно, но, боюсь, это неправильные пчелы, они дают неправильный мёд. То есть люди не должны страдать от этого борщевика только из-за того, что кому-то это, вот видите ли, он очень важен и нужен. Это опаснейшее растение, которое у нас селекционировали, там, развели, и которое там сейчас просто... Ну, оно дало свой эффект в своё время, да. ...делать неправильную рисунку земли. Эффект оно дало не тот, там, извините, маку горькое получалось. То есть собирались-то его выращивать для того, чтобы скотину кормить. В виде сиоз. В итоге накормили. Так, продолжаем дальше. О лесе хочется, да, ещё поговорить. Тема леса, наведение порядка в лесе тоже поднималась в рамках дней Кировской области. И вот как было сообщено, по итогам дней есть предложение опять-таки на федеральный уровень выйти и включить в федеральное законодательство пункт о недобросовестных, да, пользователях леса, о том, чтобы они в дальнейшем всё, не могли заниматься этим. Да, речь идёт о том, чтобы дать региональный... То есть сделать невозможным доступ к лесному ресурсу путём аукционов, там, иных способов, организациям, физическим и юридическим лицам, которые нарушали законодательство в сфере лесопользования, у которых есть неоплаченные налоги, которые там системно и серьёзно нарушают экологическое законодательство. То есть, к сожалению, такого права сейчас нет. Поэтому лесопользователи недобросовестно они могут снова зайти на аукционы, снова взять себе делянки, снова натворить дел и, знаете, как с гуся вода. Вот как раз позиция и нашей региональных властей в том, чтобы этого права, права беспрепятственного доступа к лесному ресурсу, жуликов лесных, просто лишить. И опять же, это предложение было сенаторами достаточно хорошо воспринято, потому что логика в этом есть. Нарушил, не имеешь права заходить. Вот у нас, смотрите, к примеру, недобросовестных пользователей недр, ну, те, кто незаконной добычей песка занимается, например, да. Их лишают лицензии просто. И всё, они больше не имеют права заниматься этой деятельностью. Они добросовестных лесников, мы с ними делать ничего не можем, только там штраф наложить, а дальше он снова идёт, и снова там у него люди в чёрное работают, налоги он не платит. То есть посчитано, что при рачительном лесопользовании вот тот объём леса, который у нас в Киевской области добывается нелегально, если бы вывести в легальный оборот, это дополнительно порядка, по-моему, до 4 миллиардов рублей в бюджет ежегодно. То есть сумма гигантская, это одна десятая часть бюджета, которая болтается в теневом секторе. И вот отсекая жуликов, мы даём возможность кому-то из них, возможно, изменить свой взгляд на жизнь, стать легальным лесопользованием, не нарушать законодательство, и платить налоги, и платить деньги в бюджет. То есть задача-то не закошмарить, а поставить, грубо говоря, выбор. Либо ты работаешь в тени, напеняешь сам на себя, ты теряешь от рынка, либо ты уходишь в белую. Но тут, наверное, важно, если, конечно, есть такая ситуация, неуплесно, что называется, ребёнка с водой, не всех, наверное, надо считать жуликами, присматриваться каждому внимательно. Речь как раз идёт о недобросовестных лесопользовках, недобросовестных налогоплательщиках, недобросовестных предприятиях и организациях, которых, конечно, меньшинство, но которые наносят огромный ущерб бюджету региональному. Я цифру сказал. Прогнозную, и она, честно говоря, страшная. Вот полез. То есть, представляете, это социальные обязательства, которые мог бы дополнительно взять на себя бюджет. Это погашение долгов, которые накопились перед банками. То есть, 4 миллиарда в год. За 5 лет 20 миллиардов, половина годового бюджета. Вот это объём тенёвого рынка. Доклад о проекте поддержки местных инициатив. Выступление Владимира Гавриловича Бакина. Что ещё вот такой яркий, очень мощный резонанс вызвало? Говорили про проблемы дорожного строительства, про путепровод, дополнительные средства необходимые. Про... Обратили внимание на проблему Кировского цирка, потому что мы знаем все, кто бывал, а я побывал там недавно, впервые, первый раз за 25 лет, и понял, что за 25 лет там в плюс не изменилось ничего. Вот та самая атмосфера, да. Да, а всё разваливается на самом деле. Кстати, мы ведь в последнее время каждый год практически слышим о том, что вот-вот должны быть выделены деньги. Смотрите, что важно, это не объект подойдутся на регионах, это федеральные государственные учреждения. Минкуль. А, Росгосцирк. Росгосцирк, простите. Но средств не вкладывает. Более 300 миллионов рублей необходимо на реконструкцию цирка. Я думаю, что эта цифра уже подросла. Точно, скажу, 338 миллионов. 338 миллионов рублей. Вопрос в том, что если этого не сделать сейчас, сумма будет действительно расти, потому что идёт устаревание конструкции ветша, ветшает здание. Построили цирк, дай бог памяти, по-моему, в начале 70-х. Да, 70-е это было. Да. И с того момента, вот, я из детства помню эти кресла, вот они там же стоят. Ничего не изменилось. Это, пожалуй, самый запущенный объект социально-культурного значения у нас в городе, потому что хоть как-то маккультуру реконструировалось. Так, что ещё говорили? Говорили о... Ну, о праздновании, например, 650-летия города говорили о том, чтобы деньги дополнительные выделить... На реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры, потому что мы знаем, что сети в городе изношены. А это такая хорошая практика. Регионам к определённым праздничным датам есть возможность получить сверхлимитные средства из федерального бюджета. Вот в Мариел в своё время на такие средства построили театр оперы и балета. Вот свежие 3 миллиарда рублей, по-моему, было потрачено. Где вроде как трудоустроим Басков? Не знаю. Ну, это как-то легко. Не знаю, честно говоря. И поэтому мы говорим о том, что вот у нас есть необходимость вложения в инфраструктуру городскую, необходимость и конструкции театра драматического, необходимость реализации целого ряда иных мероприятий в рамках подготовки. Пусть 650 лет ещё не скоро, в 2024 году, но мы же понимаем, что вот такие масштабные вещи, как реконструкция сетей городских, их надо начинать проектировать уже сегодня. Потому что меняются сети, меняется дорожное покрытие, должны увязываться там, ну, чтобы, грубо говоря, меняя там одну часть инфраструктуры, мы другую меняли параллельно. Это то, о чём наши общественные контролёры с дорожным покрытием в том числе. Да, да, да. Поэтому всё надо делать сильно заранее и дай Бог все наши региональные хотелки получатся, а наш опыт региональный в части сельского хозяйства, нашим успехом по молочке удивляются коллеги из других регионов. В части ПОПМИ тоже и других вещей. Надеемся, что наш опыт будет востребован и услышан и нужен. Пару минут. Хочу всё-таки вернуться к тому итоговому постановлению. Совет Федерации, который будет направлен в правительство страны, 12 апреля он должен появиться. Уже сенаторы не будут консультироваться с нами, да? В подготовке или всё-таки? Нет, рабочие процессы, они будут, конечно, идти. То есть это такой параллельный процесс. То есть они будут консультироваться с ведомствами, с регионами. На согласование может как-то будет пользоваться, нет? Да, конечно, там согласование будет проводиться. Я точную модель не знаю, но точно знаю, что регион в этот процесс вовлечён будет. Так же, как и вовлечены федералы. Насколько есть профильное министерство, и с ними определённые моменты надо согласовывать. Это закрытый некий документ, или всё-таки он появится? Нет, он, конечно, в общем доступе можно будет смотреть. Но это же итоги, получается, всё-таки, да, вот эти дники? Конечно, документ будет опубликован в общем доступе. То, чего удалось добиться. То есть прогнозно он будет обсуждаться на заседании Софета 12 апреля, в День космонавтики. Ну, пока вот, по состоянию на сегодня. Если какие-то будут изменения, буду в курсе содержать. Сам очень хочу увидеть итоговый текст. Валентину Ивановну пригласили в выставку? Конечно. Пригласили? Конечно, и более того, меня удивило, она когда по выставке ходила, она вятку хорошо знает. То есть видно было, что это не заготовка, что это экспромт, и... Хорошо, что мы такие заметные, что ли. Может быть, она приехала, зимой, например, посмотрела, мы же всё её, все помним её замечательное слово «сосуль», да, когда она в Санкт-Петербурге боролась активно с этой проблемой. Может быть, она что-нибудь подсказывала? Я думаю, что нам надо самим с «сосулями» научиться бороться, чтобы потом не стыдно было Валентина Ивановна пригласить и провести по улицам нашего, надеюсь, в будущем чистого и красивого города. Завершаем на этом наш разговор. Роман Титов, вице-спикер Законодательного собрания Кировской области. До новых встреч, всего доброго. Спасибо.